Задумывались ли вы когда-нибудь, почему в мире Чикенгана нет людей? Я вот задумался, и в этом ролике я расскажу вам свою теорию, почему же, собственно, люди отсутствуют в Чикенгане. Вы на канале СуперТейлс, не тяну с началом, начинаю. Итак, перед тем, как я расскажу вам свою теорию, я попрошу вас всех нажать на кнопку подписаться, потому что с активным подписок у меня совсем плохо. Ну что ж, я надеюсь, вы все подписались, ну а я начинаю. Так, начинается это всё с войны между двумя ничем не примечательными странами. Первая из них начала войну с другой, и несколько месяцев они бились на границах друг друга. Так, второй стране это всё надоело, и они решили сделать лучшее в мире оружие. Для этого они наняли лучших учёных, и недолго думая учёные решили сделать животных-мутантов. За основу они взяли петухов, вложили в них человеческий разум и научили различным боевым искусствам. Однако шпионы из первой страны это всё разузнали, и быстро отправились к своему правительству. Но, недолго думая, решила сделать точно такое же оружие, но только за основу уже взять свиней. Их получилось, по сути, то же самое, только внешне они отличались от петухов. И в один день, а именно 17 июля, они направили свои армии друг на друга. Однако, столкнувшись, эти две армии мутантов не хотели воевать между собой. Они учили друг в друге дух братьев. По сути, все они были братьями между собой, как будто родными, а люди были чужими существами, которые использовали этих мутантов просто как обычное бездушное оружие. Петухи объединились со свиньями. Перед этим, конечно, они, из-за непонятностей в том, что я сейчас сказала, то есть в том, что они как бы братья, повеяли между собой. Это мы можем видеть в режиме Battle Royale Teams, вкладка бомбы, дуали и подобные режимы, в которых хи воюют со свиньями. После же того, когда эти две армии мутантов объединились между собой, они пошли в военный подход на две эти страны, которые, собственно, их и разработали. И они быстро их захватили. После того, как они захватили их, они начали войну с другими странами. Челы им либо задавались, либо пытались как-то воевать обычным оружием. Однако, у мутантов был высший разум, который был намного лучше разума человека. Дело дошло до самых больших и самых технологичных стран. И тогда они уже начали делать против мутантов свои новые оружия. Во-первых, они разработали точно таких же мутантов, только делали они уже их не из домашних животных. И да, я забыла сказать, что во время захвата других мелких стран, также мутанты прихватили с собой их собратьев, типа коров и других домашних животных. И тоже сделали их разумными. Так вот, эти две большие страны объединились и создали своих мутантов, а именно драконов. Вместе с драконами они создали супертехнологичное оружие, типа лазерные винтовки, лазерные базуки, также они сделали порталы, а и также порталы уменьшения. И здесь велась ожесточенная битва. Люди вместе с драконами бились против животных-мутантов. Продолжилось это несколько лет. Однако в итоге петухам и их союзникам все-таки удалось установить связь с драконами, и они вместе свергли последних людей на земле. После полной победы животных-мутантов, они стали жить между собой дружно в одной большой стране, которую они называли Чикинган. И проводили между собой соревнования, типа боев один на один, гонок и тому подобное. Однако здесь начинаются события собственно нашей игры. То есть все, что я вам сейчас рассказывал, именно моя теория, это был лор, то есть предыстория. А сейчас уже начинается самый сюжет. Его я не придумал сам, а взял с канала Журы24К. Советую перейти по ссылке в описании и посмотреть его ролик. Все-таки он автор этого сюжета. Вернее, будет сказать не автор, а тот человек, который его разгадал. Ну и сейчас я его перескажу. Самая обычная свинюшка натыкается в интернете на статью о какой-то секретной операции, и за которую дают очень много чикингпоинтов. Это валюта новой огромной страны Чикинган. Свинюшка находит себе союзников, достает где-то вертолет, и они отправляются на эту секретную миссию, которую они и спешно проходят, и отправляются на вертолете свинюшки на остров, с которого на лодке отплывают уже к дому свинюшки. Однако, что-то пошло не так. Вернувшись к дому, они нашли на его развальных, ну, собственно, только развалены. Свинюшка не понимала, в чем дело, как вдали они увидели какой-то очень яркий свет. Они пошли на него и наткнулись на непонятную будку. В ней был монитор с камерой, выведенный на разваленный дом свинюшки, а также телефон с каким-то непонятным чикином. Вдруг они услышали сирену, и обернувшись, они увидели какого-то 12-метрового монстра, который напал на них, и половина из них были мертвые. Как минимум, тогда думала свинюшка. И дальше начинается сюжет, который я уже дозумал сам. Когда свинюшка и выжившие ее союзники вернулись к дому свинюшки, чтобы взять необходимое оружие для проявления состояния этому монстру, они увидели своих бывших друзей, только уже в обличии зомби. Этот вирус распространился уже по всему Чикенгану за считанные минуты. Распространяется он на мертвых Чикенов и других животных. Собственно, как действуют зомби. Они убивают собственно Чикена или другого животного, после чего ее труп заражается и уже становится ходячим мертвецом. Противостояние этой группы вызывших и мы и выйдем собственно в режиме непонятного названия. Что ж, на этом ролик подходит к концу. Если вам понравилась моя теория, ну и в принципе весь ролик, обязательно ставьте лайк и не забывайте про подписку на канал. На связи был Супертейлз, всем пока. Супертейлз,